Музыка и акшен. «Все для тебя» поет обычно Стас Михайлов для своих поклонниц. Но в честь юбилея любимого певца фан-группа Стаса решила спеть для него. «Все для тебя» поет обычно Стас Михайлов для своих поклонниц. И не только на русском, а даже на китайском. «Потому что никто не поет песни Стаса Михайлова на китайском языке. А так как у нас девушка владеет китайским языком, мы решили, что мы немножко удивим». Эти девушки в белом называют себя группа поддержки семьи Стаса Михайлова. «Назвали мы нашу группу группа поддержки семьи Михайловых, потому что мы поклонники всей семьи – и жены, и детей, и родителей». Марина тоже поклонница певца, но из другой группы поддержки – «Банда Стаса Михайлова». Говорит, сам артист придумал им это название. «Санислав Владимирович, он говорит, о, банда, банда». И поэтому такие, о, точно, нужно называться бандой Стаса Михайлова. Какой еще исполнитель может похвастаться такой армией поклонниц? Они готовы следовать за своим кумиром по всей стране. «У артиста нашего концерта в другом городе. А когда он приедет в наш город? Через год только. Думаешь, он съездит ли тут недалеко? Там, допустим, у тебя в Чебоксары ездила. На машине села, доехала». Его небрежно расстегнутая рубашечка сводит с ума жен и матерей, расчетливых бизнес-леди и ищущих счастье одиноких женщин. «Так, интересно, рубашку носите. Это вот часть имиджа или вам просто жарко бывает?» «Солнце, ну я так живу просто». «Я была на концерте Стаса Михайлова. Моя жизнь после этого не будет прежней. Я видела вот просто массу, массу, большое количество влюбленных женщин». «Стас Михайлов – это тот человек, который дает женщинам надежду». Стас Михайлов уже больше, чем певец. «Любимиц женщин» давно стал мемом и героем пародии. «Все для тебя, Елизавета Львовна, для тебя, Виктория Петровна». Но где заканчивается «Стас Михайлов» мем и начинается «Стас человек»? Как будущий кумир миллионов начинал свою карьеру? «Брал эти желтые справочники, клубы эти выписывал и развозили кассеты». «И что помогло ему найти свою аудиторию?» «Для разбитных разведенных, каких-то для женщин в шиньонах, для тех, кому за он поет». «Какая трагедия перевернула всю его жизнь?» «Взросление произошло вот таким скачком именно в тот момент». «Почему ему приходилось выступать на зонах и перед бандитами?» «Полный ресторан вот этих ребят замечательных, а у меня гитара тут, я не понимаю, что делать». И правда ли, что он разгадал секрет всех времен и народов, чего хотят женщины? «Жил бы я под солнцем для тебя» «Я как две-трика в зелене, дайте, о скретой богиня» «Транса, мою страну, танца, ты такая классная» «Бэйби Цунай, бэйби Цунай, неважно, ночь ты меня называй» «Это любовь, самообман, и до утра я буду в нем» 1982 год. Сочи. 13-летнего Стаса Михайлова учит брать первые аккорды на гитаре старший брат Валера. Казалось бы, куда Михайлову до профессионалов с таким-то обучением. Тем не менее, уже через два года Стас занимает второе место на конкурсе с песней Юрия Антонова. Первая моя награда на краевом конкурсе за его песню, которая называлась «Маки». Это был девятый класс. «Маки, маки, красные маки, горькая память земли» Те отец и старший брат Стаса – летчики. Михайлов вроде бы не против продолжить семейную династию. После школы он поступает в Минское училище гражданской авиации. Но спустя несколько месяцев понимает – это не его путь. В это время в его семье произошло страшное событие. В районе Красной Поляны разбился вертолет. В составе экипажа был Валера, старший брат Стаса. Эта трагедия все перевернула. То есть он как бы находился под прикрытием своего старшего брата, под шефством, может быть, даже. Уровень ответственности его был, скажем так, гораздо ниже. Взросление произошло вот таким скачком именно в тот момент, когда он лишился своего старшего брата. У гроба брата он наконец понял, что хочет всерьез заняться музыкой. Сейчас Михайлов на своих концертах обязательно исполняет песню «В память о брате». Это в будущем он станет одним из самых высокооплачиваемых артистов. А тогда, в начале 90-х, Михайлов брался за любую работу. Мне не стыдно ни за одну свою копейку. Отслужив в армии, он устроился работать грузчиком в адлерском магазинчике. Из зарплаты купил подарок родителям. Я подарил маме стенку и купил себе кожаную куртку. И зеленые штаны бананы. Чем он только не занимался. Выпекал булки в пекарне. Открыл в Сочи видеопрокат. Продавал аудиокассеты. А еще работал в первом казино, которое открылось в Адлере. Он зарабатывал деньги и не забывал о своей мечте – выступать на сцене. Начинал петь в ресторанах. Как, впрочем, и многие другие звезды. Это хорошая школа, ресторан. Приходит публика не на тебя, как на артиста. Приходит просто поесть. Кто-то закажет тебе какую-нибудь лесгинку, извините, а кто-то закажет ГПК или какую-нибудь русскую распевную. Ты должен все уметь и сходу как-то подобрать. Стас Михайлов пел в знаменитой гостинице «Жемчужина» в Сочи. Публика в этом южном городе была особенная. В Сочи всегда был таким очень воровским и бандитским городом, что тоже не могло не сказаться. Приезжали туда воры в законе, там были сходки какие-то, потому что там тепло, там сыто, там вкусно, там красивые девушки. «Черное море, белый парокол, а я приехал в Сочи на денежный разгон». Михайлов вспоминает, как впервые выступал перед бандитами. Но молодого музыканта никто не обращал внимания. Полный ресторан вот этих ребят замечательных, а у меня гитара там, я не понимаю, что делать. Понимаю, что музыки там, ни подзвучки, ничего. Я пытаюсь вот со своим голосом все это сделать. Я встал посреди зала, взял гитару и сказал, «Ребят, просьба, вот сейчас будет песня про маму, только не ешьте, пожалуйста, сейчас». Дерзкий парень сильно рисковал, но его песня публике понравилась. А их, может быть, моя наглость, может, мы вот это вот как-то, они так посмотрели, они все были в спортивных костюмах, большая компания такая, ребят. Но с уважением отнесись к тому, что сказал, это был первый контактный наш вечер, после которого, то есть в конце вечера я уже пел все подряд. Вскоре ресторанного певца Стаса Михайлова знал весь Сочи. Зарабатывал он неплохо – около 50 долларов в неделю. Но на мечту этого не хватало. Ведь Стас хотел ни много ни мало покорить Москву. И тогда на помощь пришел отец. «Он говорит, давай я сейчас продам дом, и ты на эти деньги поедешь, делаешь что-то там в Москве». Я посмотрел на него, мы сели, поговорили один раз, я говорю, «Бать, ты этот дом построил своими руками, я сейчас возьму, заберу деньги, непонятно, буду ли я петь, и получится ли у меня то, что я занимаюсь». В общем, этот вопрос закрыли и больше к нему никогда не возвращались. Позолоти ручку. Правда ли, что певца продвинули на радио не за талант, а за крупную сумму? Михайлов занес чуть-чуть не 2,5 миллиона долларов на одну из русскоязычных радиостанций. Зоны любят Стаса, погоны любят Стаса. Почему Михайлов начал ездить с концертами по тюрьмам? Два раза я выступал в местах не столь отдаленных. И как он нашел свою аудиторию? Сидит она у окна, на подоконнике лежит пыжиковая шапка, здесь стоит его старый граненый стакан. И тут из прекрасного далека голосом Стаса Михайлова раздается «Без тебя». Без тебя все ненужное стало сразу без тебя. Ты подала на своего водителя в суд? Конечно. Пять разных статей, одна из них 159-е мошенничество. Твой слуга за деньги да. Искры летят. Москва. 1992 год. Молодой человек стучит в дверь офиса Иосифа Пригожина, начинающего продюсера. Парень принес кассету с записью своих песен. Пригожин даже слушать не стал какого-то Стаса Михайлова. Таких самоуверенных и мечтающих о славе в столице десятки тысяч. Потом он мне говорит, слушай, как мы тебя просрали, как мы тебя не увидели. Выкинули кассеты, а я говорю, спасибо, братцы. Спасибо, что вовремя не увидели, потому что у меня никогда не было продюсеров, я делаю все сам. Ну а тогда, в 92-м, Михайлов продолжил обивать пороги продюсерских центров, ночных клубов и радиостанций. Брал эти желтые справочники, клубы эти выписывал, и развозили кассеты. Их, естественно, выкидывали, смотрели на меня с рыбьим взглядом. Москва не ждала его на своих сценах. Зато Стаса Михайлова были рады видеть на других площадках, на зонах. Выступал в местах не столь отдаленных. Очень интересный случай, когда позвонила мне одна девушка, у нее там находился муж. Ее настойчивость привела к тому, что мы туда доехали. Это был такой для меня опыт. Ты не знаешь, как себя вести, что там петь, но я пел серьезные песни. Может быть, в тот момент Михайлов понял, так называемые «ждули» – дамы, которые ждут возвращения своих вторых половинок из мест не столь отдаленных – и есть его целевая аудитория. Сидит она у окна. На подоконнике лежит пыжиковая шапка. Здесь стоит его старый граненый стакан. И тут из прекрасного далека голосом Стаса Михайлова раздается «Без тебя, без тебя». Все ненужным стало сразу без тебя. От заката до рассвета без тебя. Так нужна ты мне, любимая моя. Михайлов 10 лет ждал своего звездного часа. И в итоге дождался. Перебраться с зон и ресторанов на большую сцену ему помогло трудолюбие и счастливый случай. Ведь появление песни «Без тебя» в эфире крупной радиостанции иначе как чудом не назовешь. Тогда программным директором был Артур Вафель. И он где-то в переходе купил мой диск, совершенно не зная меня. Поставил в эфир, и эта песня стала локомотивом, которое потянуло все творчество. Впрочем, музыкальные критики уверены, таких чудес не бывает. Я слышал историю про то, как Михайлов занес чуть-чуть не 2,5 миллиона долларов на одну из русскоязычных радиостанций. Ну, я думаю, что у Стаса Михайлова были хорошие спонсоры. Я не думаю, что он просто достал из кубышки и отнес их. Как бы там ни было, слушатели полюбили его песни. Стоило хоть раз услышать душесчипательные «Без тебя», «Для тебя», и эти композиции уже невозможно было изъять из памяти, хочешь ты этого или нет. «Без тебя», «Без тебя», «Все ненужным», «Все разно без тебя». Казалось бы, примитивные слова, незатейливая музыка. Почему же песни Стаса Михайлова попали прямо в сердце слушателей, точнее слушательниц? Человеческий мозг по природе своей, давайте честно, он не слишком любит напрягаться. Вы всегда тянетесь к более легким людям. Вы всегда тянетесь к более легким вещам. То, что не вызывает там большой потребности в увлечении вашего мозга, потому что наш мозг очень ленивый товарищ. Еще один ключик к успеху Михайлова – образ. Безбородый паренек в водолазке остался в нулевых. «К берегам своей мечты выплывем на край земли». Ему на смену пришел словно другой человек, брутальный, с фирменной бородкой. Он надел брючный костюм, немного расстегнул рубашечку. И женщину увидели зрелого и надежного мужчину, который и деньгами обеспечит, и о любви споет. Знаете, все очень соблюдено так идеально. Вот эта прирастегнутая рубашка, он же там не Артур Пирожков, который вот расстегнул досюда. Досюда это уже ненадежно. У нас есть как бы печаточка такая на пальце или вот крестик. И это еще отсылает где-то местами вот в 90-е, когда вот надежность, она тоже ассоциировалась с какими-то вот этими вещами. Этот выверенный образ Михайлов создавал годами. А свой первый концерт еще безбородый артист дал в Санкт-Петербурге. На него пришли всего 300 человек. Но для певца, который 10 лет шел к признанию, это был настоящий аншлаг. Он даже упал на колени перед зрителями в благодарность за то, что пришли. Становишься перед людьми на колени, потому что это люди, которые для тебя делают все. Люди, которым ты отдаешь свою жизнь. Люди, которые в тебя поверили и открыли тебе эту калитку, в которую ты вошел. Люди, перед которыми ты дальше будешь ответственен. Я должен встать! А затем будет первый концерт в Москве, на котором он встретит ее. Ту самую, для которой рассветы, туманы и цветочные поляны. Как Стас Михайлов исполняет мечты поклонниц. Я сомневаюсь, что вам кто-то расскажет из них. Я хотела бы заняться с ним сексом. Правда ли, что Михайлов встречался с сестрой певицы Валерии и бросил ее? Мне пришлось помогать сестре. И сколько еще женщин претендует на сердце Стаса? Одна представляется астральной женой. Да, я жадный на любовь, знаю, что не важно. Кровь свою отдать готов, мне уже не страшно. Стас Михайлов часто получает письма и звонки от женщин со всей страны. Некоторые фанатки утверждают, у них со Стасом особая связь. Одна представляется астральной женой, которая живет там где-то в каком-то городе. Другие уверяют, что воспитывают от Стаса детей. Директор Михайлова к подобным заявлениям уже привык и спокойно отвечает на такие звонки. Примем, усыновим, удочерим, говорит, всех. Пожалуйста, волосики пришлите, ребенка. На этом разговор заканчивается. Никто и ничего, конечно, не присылает. У Стаса действительно много детей. Шесть. От первой жены Инны у него родился сын Никита. Тогда Стас пытался покорить Москву. Семья ждала его дома в Сочи. Любовь не выдержала расстояния. Зато вдохновила Михайлова на творчество. Этим отношением он посвятил одну из своих самых популярных песен. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все, я ухожу из твоей жизни. Лишь только плачет за окном холодный ветер, я в море. Мать второго ребенка, Наталья, была бэк-вокалисткой Михайлова. Когда родилась дочь Дарья, пара уже рассталась. Официально они расписаны не были. Сейчас Стас общается с дочкой, но признал отцовство не сразу. И сначала Наталью поддерживала ее двоюродная сестра, певица Валерия. Мне пришлось помогать сестре. Я понимаю, что когда люди расходятся, в общем-то, редко, когда это бывает гладко, тихо, мирно и безболезненно. Главную женщину в своей жизни Стас встретил в важный день – на своем первом концерте в Москве. Когда уже закончился концерт, когда все подходили к сцене, а она прошла, помахала так рукой и не стала брать автограф и пошла. Странное совпадение. Вечером Стас увидел ее снова. И встречаемся дальше в одном клубе после концерта. Какое-то стечение обстоятельств, как это могло быть, я не знаю. Но мы встретились, мы познакомились, мы потанцевали. Ее звали Инна, и на тот момент она была более обеспечена, чем Стас. Чтобы не поставить любимого в неудобное положение, на свиданиях она заказывала всего одно блюдо. Я ее пригласил, думал ее как-то удивить, а она ничего не ела, она ела один салат. Женщину не смутило, что Михайлов, малоизвестный музыкант, иютится в скромной однушке. Просто поверила в него и не прогадала. Когда вся страна говорила, кто такой Михайлов, она говорит, он через два года будет первой в стране. Она так сказала, и ровно так и произошло. Через несколько лет журнал «Форбс» назвал Стаса Михайлова самым богатым музыкантом России. У Инна от первого брака двое детей. Стас воспитывает их как своих. В семье родились еще две девочки – Иванна и Мария. Кумир миллионов женщин вот уже 18 лет посвящает все свои песни любимой жене. Воспитывает и обеспечивает шестерых детей. А неужели такие бывают, думают наши женщины? Это некое обещание, что такие могут быть. Даже если ты не можешь встретить там человека, который, ну, достойный, да, что может построить семью, может заработать денег, может воспитать там шестерых детей. Но они есть. В свои 55 он к тому же еще и прекрасно выглядит. Занимается спортом, правильно питается. Поговаривают, что и пластические операции делал. Ну, а певец уверяет, лишь однажды был у косметолога. Сделал инъекцию ботокса и тут же пожалел. После этого вот правая бровь, если хорошо видно, у меня чуть-чуть приопущенная. Сказал, на этом я походы закончил. Когда ты кумир миллионов женщин, приходится постоянно следить за собой. Статус секс-символа обязывает. Кстати, жена Стаса Михайлова к фанаткам относится спокойно. Как вы относитесь к фанатам, к фанаткам Стаса Михайловича? Большой любовью и уважением. Да ну, это, конечно, это же люди, которые приходят на концерты. Они чувствуют абсолютно то, что любят. Ну, не то же, что это. Ну, не совсем. Не то же. Но с пониманием отношусь. Я надеюсь. Всех люблю. Всех люблю. Но оказывается, сексуальный образ любимого артиста для поклонниц не главное. Если наверняка вы спросите фанаток, вот что для них самое важное в Стасе Михайлове? Я сомневаюсь, что вам кто-то расскажет из них, я хотела бы заняться с ним сексом. Я вам стопроцентно говорю, что они хотели бы с ним поужинать, они хотели бы с ним поговорить, они бы хотели, не знаю, оказаться в его объятиях. Марина Краснова, участница фан-группы «Банда Стаса Михайлова», говорит, для нее важно слышать песни Стаса и общаться с ним, хотя бы перекинуться парой фраз, и уже достаточно. Это, кстати, вполне реально. Оказывается, Михайлов довольно часто встречается со своими поклонницами. Если нам он говорит, что сейчас, девчонки, после концерта можете ко мне зайти за кулисы, я с вами сфотографируюсь, то есть он приглашает нас, мы вместе все туда заходим. Вот за эти пять минут, пока мы за кулисами, мы там ему что-то подарим, там цветы опять же, может еще что-то. Базовое, самое главное чувство для человека – это ощущение безопасности. Он на уровне психического своего развития, он гарантирует вам, что с ним спокойно. Еще они хотят, чтобы кто-то для них сотворил определенную сказку. Верить в сказку женщине хочется в любом возрасте, даже если тебе на днях исполнилось 76. Это Любовь Ивановна из города Орел. Дети решили сделать ей сюрприз ко дню рождения. Пригласили аниматора в костюме Стаса Михайлова. Очень уж Любовь Ивановна любит певца. Давно мечтает увидеть его лично. Это видео увидел настоящий Стас Михайлов и решил исполнить желание этой женщины. Ваше видео меня потрясло, приятно удивило, поэтому хотел бы вас пригласить на свой юбилейный концерт. Вечером встречаемся с вами и пою. Все организую, жду вас на концерте. Есть стойкая ассоциация, что аудитория Стаса – это женщины в возрасте и несчастные разведенки. Однако участница его фан-группы этот миф опровергает. У нас девчонки большинство до 40. Все, ну, если с молодым человеком, были бы замужние, счастливые, любимые. А сам Стас Михайлов это грубое слово разведенки не любит и предпочитает назвать своих поклонниц девочки, сколько бы летом не было. Но я хочу, чтобы они были счастливы. Не надо, пускай они будут красивые семьи, счастливые дети, пускай они будут все хорошо. А я буду петь для них. Все для тебя, рассветы и туманы, для тебя, моря и океаны, для тебя, цветочные поляны для тебя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok